Парламентская ассоциация Северо-Запада России проходит в эти дни в Сыктывкаре. Работа 55-й конференции началась на базе Государственного совета Республики Коми. В мероприятии принимают участие делегации законодательных собраний 11 регионов Северо-Запада России. Мненецкий округ представляют спикера Кожного собрания Александр Лутовинов и председатель комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования Матвей Чупров. Все подробности далее. В повестке заседания 18 вопросов, в том числе о развитии туризма и культуры, об охране здоровья детей в образовательных организациях, обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Кроме того, делегаты парламентской ассоциации приняли обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, в котором обобщили предложение региональных законодателей по совершенствованию межбюджетных отношений. Представители законодательных органов Северо-Запада России предлагают доработать подходы к расчету объемов расходных обязательств модельного бюджета. С учетом территориальных и природно-климатических особенностей субъектов России. Мы предлагаем как раз корректировать эти вопросы и модельный бюджет формировать. Модельный бюджет само по себе, конечно, нормальное явление. То есть правильный подход, который заставляет и нас, в том числе, рационально использовать имеющиеся финансовые средства и заботиться о том, чтобы поступали налоги в бюджет. Но при формировании этого модельного бюджета все-таки учитывать особенности. Да, ну вот, например, особенности Крайнего Севера, о которых мы говорили. У нас в Псковской области большое количество населенных пунктов, в которых проживает, ну, предположим, там от нуля до десяти человек, там более двух тысяч населенных пунктов. Да, это же тоже особенность, которая влияет на то, что затраты на обеспечение. Глава Республики Коми Сергей Гапликов в своем обращении подчеркнул, что сегодня деятельность парламентской ассоциации в условиях реализации стратегического майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года приобретает особое значение. Наша общая задача – добиваться изменения в том числе и федерального законодательства. Это и, конечно же, вопросы совершенствования 131-го закона о местном самоправлении. Очень живой закон, и в который уже внесены сотни поправок. В 224-х госзакупках – это новое правило утилизации твердых бытовых отходов. Это проблема, которую Ольга Викторовна тут обозначила в своем приветствии. Выработка современных подходов к расчету северных льгот. По мнению спикера собрания депутатов Ненинского округа Александра Лутовинова, работа в рамках парламентской ассоциации – это такая форма межпарламентского сотрудничества, благодаря которой к каждой проблеме можно подходить консолидированно. Каждый вопрос тщательно прорабатывается, готовится экспертная оценка. Общее решение является более полновесным, учитывает особенности тех регионов, о которых идет речь. Для регионов очень важно учитывать особенности, которые касаются тех или иных регионов. И вот сегодня четыре вопроса практически касались вопросов решения проблем северов, арктической зоны. Поэтому, если говорить о сегодняшней конференции, то она действительно в этом смысле для нас была достаточно важной, потому что как раз позволяет консолидированно решать те вопросы, которые стоят перед нашим регионом. По мнению Матвея Чупрова, который руководит Комиссией по делам народов Севера, в окружном парламенте для арктической территории наиболее актуальны вопросы поддержки коренных народов. Северный завоз – оказание качественной медицинской помощи. Тема Арктики, тема Севера, она очень актуальна для России в целом. К сожалению, развитие законодательства арктического, оно замедлилось в последнее время, и мы ставим перед собой главную задачу совместно с другими субъектами Северо-Запада усилить эту работу. В ходе работы конференции парламентариям Северо-Запада удалось рассмотреть ряд важных вопросов, которые касаются устойчивого развития сельских территорий, культуры, охраны здоровья детей. Также обсудили возможность увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем, инвалидов войны и боевых действий и членов их семей.